Около 8 миллионов рублей. Столько акционерная компания «Алроса» выделила на новое покрытие в спорткомплексе «Кимберлит». Установила паркет барнаульская компания. За две недели опытная группа рабочих заменила старое покрытие по плавающему способу. Сначала укладывается подложка, потом на подложку укладывается паркет, и паркет клеится не к основанию, а клеится только шип и паз, для того, чтобы покрытие не разъехалось. Ну и, соответственно, это не первый такой объект, и не первый раз мы эту работу делаем, поэтому я надеюсь, что он долго пролежит и будет все в порядке. Опытные работники уверены, пять лет покрытию ремонт не потребуется. Ну, этот паркет, он сделан из чистого дерева, дуб ясень, по краям у нас дуб, в центре поля ясень. А тот паркет был спортивный линолеум, грубо говоря, производства «Омни-спорт», и по требованию ассоциации мини-футбола наша команда должна играть на паркете. Теперь в Мирном будет больше домашних игр мини-футбольного клуба «Алмаз-Алроса». Старое покрытие в Кимберлите не отвечало требованиям ассоциации мини-футбола. Если игры в высшей лиге еще допускались, то в суперлиге футболисты должны играть только на паркете. В принципе, хорошая новость для нас, потому что паркет все-таки соответствует требованиям международных соревнований. Прошлое покрытие, оно в принципе неплохое, но оно более травмоопасное. Везде, в Европе, в мире, в суперлиге все играют на паркетах. В эти дни работники покроют паркет лаком. Первыми его опробуют футболисты. На выходных в спорткомплексе пройдут игры первенства акционерной компании «Алроса» по мини-футболу. А в мае Кимберлит примет участников турнира в честь 25-летия клуба «Алмаз Алроса». Анна Виногурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».